Всем привет! Смотрите как прочитать ZFS диск в операционной системе Windows. Как достать файлы ZFS диска и разрушенного RAID Z массива на компьютере с операционной системой Windows. В эпоху цифровых технологий хранения данных играет ключевую роль в нашей повседневной жизни. Однако что делать, если у вас есть диск с файловой системой ZFS, а ваш компьютер работает на операционной системе Windows, которая изначально не поддерживает данную файловую систему. Файловая система ZFS широко используется в мире хранения данных и обладает следующими преимуществами в сравнении с другими файловыми системами. Одной из ключевых особенностей ZFS является интегрированное управление данными и хранением на уровне файловой системы. Это позволяет более гибко управлять данными и хранением, включая создание и управление пулами хранения. ZFS использует сильные механизмы контроля целостности данных, такие как проверка суммы и механизмы самоисцеления, что делает ее особенно надежной при обнаружении и предотвращении повреждения данных. ZFS спроектирована для работы с огромными объемами данных, поддерживая файлы и файловые системы в зонах ZB. Предоставляет возможность мгновенно создавать снимки файловых систем, что обеспечивает точки восстановления и удобства резервного копирования. Возможность создавать клонированные копии снимков и файловых систем, что позволяет быстро создавать точные дубликаты данных. Поддерживает дедупликацию данных, что позволяет удалять дубликаты данных и экономить место на дисках. Файловая система позволяет сжимать данные на лету, что экономит место на дисках без заметной потери производительности. ZFS предоставляет разные уровни защиты данных, включая зеркалирование RAID 1 и RAID Z, аналог RAID 5 и RAID 6, обеспечивая отказоустойчивость. В случае выхода из строя диска ZFS автоматически переключает данные на доступные диски и заменяет нерабочие. Поддержка шифрования данных на дисках для обеспечения конфиденциальности. Динамическое расширение и уменьшение. Вы можете легко расширять или уменьшать пул хранения без пересоздания файловой системы. Скорость и производительность. ZFS оптимизирована для работы с большими файлами и быстрой записи чтения данных. ZFS доступна для различных операционных систем, включая Linux, FreeBSD и OpenSolaris. Файловая система распространяется как свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Эти особенности делают ZFS привлекательным выбором для серверов и хранилищ данных, где надежность управления данными и отказоустойчивость имеют первостепенное значение. Поскольку в настоящее время операционная система Windows является наиболее распространенной в мире, в какой-то момент может возникнуть потребность в доступе к ZFS накопителю из-под Windows. Причины для этого могут быть разные, начиная с простой необходимости перемещения файлов и заканчивая более специализированными задачами. Однако стоит отметить, что операционная система Windows не предоставляет встроенной поддержки для файлов системы ZFS, так как ее собственными нативными файловыми системами являются NTFS, FAT и XFAT. Но что же делать, если нужно открыть накопители с файловой системой ZFS Windows? Существует несколько способов, с помощью которых это можно сделать. Один из эффективных способов заключается в использовании программы Hetman Partition Recovery. Эта программа довольно проста в использовании и позволяет после восстановления прочесть данные на ZFS диске. С помощью Hetman Partition Recovery вы сможете не только прочитать диск файловой системы ZFS, а и восстановить утерянные файлы при случайном удалении, повреждении файловой структуры диска или его форматировании. Операционная система Windows не всегда корректно взаимодействует с файловой системой ZFS, что в свою очередь может привести к потере важных данных. Помимо ZFS программа поддерживает множество современных файловых систем, включая BetterFS, XFS, HFS, UFS и другие. Для того чтобы достать файлы ZFS диска Windows скачайте, установите и запустите программу Hetman Partition Recovery. Кликните по разделу файловой системы ZFS правой кнопкой мыши, открыть. Затем выберите тип анализа. Для чтения достаточно будет быстрого сканирования. Программа мгновенно просканирует диск и вы сможете увидеть его содержимое. Далее вам нужно найти файлы, которые нужно вернуть. Программа отображает всю структуру папок и имена файлов. Также их содержимое отображается в окне предварительного просмотра. Поэтому найти нужные не составит труда. Выделите нужные файлы и нажмите восстановить. Таким образом вы сможете их скопировать на другой диск с файловой системой, которую поддерживает Windows. Далее укажите диск и папку, куда их нужно сохранить и нажмите еще раз восстановить. После все файлы будут лежать в указанном каталоге. Помимо существующих, программа позволяет увидеть файлы, которые были ранее удалены. Таким образом вы сможете восстановить случайно удаленные. Другой способ решения проблемы заключается в установке специализированного драйвера под названием ZFS-in или OpenZFS, который призван обеспечить нативную поддержку файлов системы ZFS среди операционной системы Windows. На первый взгляд это может показаться удобным и эффективным решением. Однако, как часто бывает, существуют определенные аспекты, о которых важно знать. Прежде всего, несмотря на привлекательность этой альтернативы, драйвер ZFS-in может иногда конфликтовать с другими драйверами, уже установленными в операционной системе Windows. Эти конфликты могут иметь серьезные последствия, такие как появление синего экрана смерти или даже выход операционной системы из строя. Что более тревожно, если в момент такого конфликта ваш ZFS-накопитель подключен к системе, существует значительный риск повреждения ваших данных или даже нарушения логической структуры самого накопителя. Это может вызвать дополнительные проблемы и утерю важной информации. Следовательно, несмотря на видимые преимущества второго метода, необходимо понимать о высокой степени риска и потенциальных негативных последствиях для вашей операционной системы. В большинстве случаев предпочтительнее использовать первый метод для работы с файлов системы ZFS среди Windows, так как он обычно менее рискован и более надежен. Для установки драйвера нужно скачать установочный файл. Ссылка на него будет в описании. Затем запустить его и выполнить установку, после чего инструмент будет доступен в командной строке. Для проверки успешной установки драйвера выполните следующую команду. Zpool status. Если драйвер установлен, вы увидите сообщение «No pools available». После успешной установки мы сможем импортировать пул ZFS, созданный на другой системе. Для этого нужно выполнить следующие шаги. Подключите физические диски к ПК с операционной системой Windows. Убедитесь, что все физические диски, входящие в состав пула ZFS, подключены к вашей текущей системе и доступны для чтения. Затем нужно определить пул. Для этого выполните такую команду. Zpool import. В результате система определит и выведет на экран все доступные для импорта пулы ZFS. Вы видите их имена и статус. Чтобы импортировать конкретный пул, используйте команду Zpool import с именем пула в конце, где pzfs – это имя пула, который мне нужно импортировать. Это пул, который был ранее создан на другой операционной системе. Будьте внимательны, при монтировании пула система может вывести синий экран, после чего пул может быть поврежден. Не рекомендуется производить какие-либо действия без наличия резервной копии диска с важными данными, иначе вы можете их потерять. После импорта пула выведите диск в проводники. Операционная система его видит как диск файловой системы NTFS, а в управлении дисками файловая система не определяется. Далее перейдите в папку с файлами и сохраните нужные на другой накопитель. Также помните, если вы создадите на диске новый пул, все файлы, которые хранились на прежнем пуле будут затерты. Команда создания нового пула выглядит следующим образом. Physical Drive – накопитель, на котором будет создан новый пул. Это затрет на диске ранее созданный пул, а соответственно и все файлы, которые у них хранятся. Если вам нужно достать данные с дисков с файловой системы ZFS, из которых был построен рейд, в таком случае вам нужна программа, которая заново соберет из накопителей разрушенный рейд массив. Воспользуйтесь программой Hetman Raid Recovery. Она в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный рейд и вы сможете достать из него нужные файлы. Как видите, программа без труда собрала из накопителей RAID Z. Чтобы достать из него нужные файлы, откройте его и запустите анализ диска. По завершению перейдите в папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть и восстановите их. Выделите нужные. Восстановить. Укажите место, куда их сохранить. И нажмите восстановить. По завершению файлы будут лежать в указанном ранее каталоге. В результате у нас есть несколько решений, которые помогут прочесть ZFS диск в операционной системе Windows. Как оказалось, драйвер ZFS Syn может конфликтовать с системой, вызывать различные ошибки и выводить синий экран. Что касается программ для восстановления, то Hetman Raid Recovery позволяет не только достать файлы ZFS диска, но и поможет собрать разрушенный рейд при поломке контроллера или выходе из строя сетевого хранилища и вернуть данные с дискового массива. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok